Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на канале Техно Бар Плюс. Сегодня у нас свеженькое видео на тему игры в моментальную лотерею. Рассматриваем лотерею Волшебный квадрат стоимостью 150 рублей. Честно говоря, она мне очень напоминает игру Тутан Хамон обновленной, которой у нас призы 0,5 фиг десятых. Вот таким образом это выглядит. Друзья, перед тем, как мы начнем играть, я порекомендовал бы вам подписаться на канал Техно Бар Плюс, прожать лайк, поджать колокольчик под данным видео, написать свой маленький комментарий, друзья. И большая просьба, большая очень просьба, друзья, смотрите мое видео на канале с применением любого VPN сервиса. Это минимально помогает в монетизации канала и, соответственно, как говорится, помогает в развитии канала. Давайте начинать. Итак, игра Волшебный квадрат. Для кого-то это новинка, для кого-то нет. Вот таким образом она выглядит в каком-то стиле мультфильма «Семейка Адамсов». Тут какие-то три приза, три квадрата, выигрышные числа. Главный приз здесь 9 миллионов, новенькое что-то. 15 призов по 300 тысяч, 400 призов по 30 тысяч и 1500 призов по 6000. Итак, 55% от выручки идет на призовой фонд. Сотрите защитный слой с поля выигрышных числа и полей квадрат 1, квадрат 2, квадрат 3. Если в поле ваши числа, которые совпали со всеми числами в одном из полей квадратов, вы выиграли сумму, указанную в поле приз рядом с этим квадратом. Если же все числа совпали в нескольких полях, квадратах, сложите ваши выигрыши. Минимальный приз 150, вот я понимаю, 150, не 75, а 150. Максимальный 9 лямов. Ну, естественно, 9 лямов надо предъявлять, чтобы билетик был без всяких царапин, потерпостей. Вернее, надо проверять его. И предъявлять его с чеком, приобретенным, как говорится, с приобретением билета, который вам выдается на торговой точке. 5 билетов взял на проверочку. Итак, друзья, ваши числа. Давайте вытирать. Сразу скажу, что не на 150 рублей. Вот видите, аж прям монета упирается. Защитный слой здесь явно не на 150 рублей. Хочу вам сказать, вот у нас идут наши числа. А именно, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 60, 45. Так, и вытираем, смотрим числа. Какие здесь есть. Ну, в первом квадрате я смотрю, вроде бы, как есть числа, которые совпали. Соответственно, сейчас посмотрим, есть ли эти числа далее. Смотрим еще раз по правилам игры. Видите, да, тут совпали числа. 56, 61, 54, 55, 57. Все это есть. 59, 60, 53, к сожалению, нет. 58. Ну, давайте смотреть, как тут еще раз. Смотрите, защитный слой, ваши числа с полей квадрат и поля, квадрат 1, 2 и 3. Если в поле ваши числа, вы нашли числа, которые совпали со всеми числами в одном из полей, со всеми числами, вы выиграли сумму, указанную в поле приз, со всеми числами. То есть, у меня здесь не все числа. То есть, видите, у меня нет 53 и нет 58. Значит, это безвыигрышный квадратик. А мог бы выиграть 300 рублей. Дальше стираем. Возможно, здесь повезет. Но это не точно. Но уже не повезло. Почему? Потому что, друзья, не совпали тут все числа. Смотрите, получается 66 у меня нет уже. 59 есть, 64 есть. 67 тоже нет. То есть, без выигрыша, хотя мог бы быть приз 600 рублей. И последний вытираем, друзья. Надеюсь, здесь, может быть, что-то хоть получится у нас выиграть. Очень, конечно, я сомневаюсь. Но, тем не менее, смотрим. 61 есть. 60 есть. 65 есть. 66 нет. Да, да уж. 62 есть. 58 есть. 59 есть. 64, 63 есть. Но нет, 66. Все. Билет без выигрыша. А мог бы выиграть 30 тысяч рублей. Но я все равно его перепроверю. Может быть, я что-то пропустил. Но, в принципе, как я, друзья, понял, без выигрыша этот билетик. То есть, как-то так. Но интрига сохраняется. То есть, задумка неплохая. Стираем здесь защитный слой, опять же. Может быть, здесь повезет. Но должно же хотя бы в одном билетике повезти. Не может же быть такого, что это лотерея Тутанхамон. Ну, вообще, этот Тутанхамон лотерея, это ужас, друзья. Не играйте в эту лотерею. Однозначно не рекомендую вам ее. Потому что лотерея очень провальная. Возможно, когда-то там были много выигрышей. Но сейчас, увы и ах. Смотрим. 69 есть. Есть. 64 уже нет. Уже проигрышный билет. 71, 70, ну и так далее. Но 64 здесь нет. Все. Билет проигрышный. Ну, а так бы, если бы все хорошо было, я бы выиграл 6000. Ну, еще бы. Здесь я уже тоже как бы вижу, что билет проигрышный. А вы спросите меня, друзья, а как я увидел это? Во-первых, потому что 9 миллионов приз. Можно, наверное, приз вытирать и смотреть сразу билет. Что это понимает, что это проигрышный. 75 есть. 70 тоже есть. 77 нет. У нас 76 максимальная цепь. Ну, все остальное там даже 78 тут нет тоже. То есть, вот таким образом я и определил. Смотрим. Может, здесь выигрышный. Нет, здесь уже тоже не выигрышный, друзья. А почему? Несмотря на то, что полторы тысячи рублей. А потому что, друзья, здесь 77 есть. А тут у нас максимально 76. То есть, второй приз без выигрыша. Вернее, билет без выигрыша. Смотрим далее. Может быть, здесь хоть один попадется. У нас еще остается этот билетик и еще два к нему. Напишите в комментариях, друзья, что вы вообще думаете по поводу этой лотереи. И, как бы, стоит в нее играть или нет. Цена, конечно, очень кусачая для нее. Как бы я, ну, скажем так, качество лотереи так себе. И, тем не менее, друзья, смотрим. Я сразу же вижу, что 63 здесь есть. А у нас 61 максимально. Это уже проигрышный билет. 150 тысяч рублей. Что я требовалось доказать. Так, здесь уже тоже я смотрю, что проигрышный билет. А почему, друзья? Как вы считаете? А потому, что здесь есть уже 62. А у нас 61. И сколько бы я тут проиграл? Ну, опять же, 9 миллионов. Довольно-таки забавная игра такая, скажем так. А вот тут, друзья, может быть и выигрыш. Может быть и выигрыш. Может 150 рублей. А почему? А, нет. Это без выигрыша тоже. Знаете почему? Потому что тут 49, а у нас с 50 начинается. Ну, и плюс, наверное, какой-то, да, заоблачный приз. 30 тысяч рублей. Как-то так. Три билета без выигрыша, друзья. Напишите в комментариях, будет здесь выигрыш или нет. Я сомневаюсь, что здесь выигрыш будет хоть в одном. Потому что это, собственно, я так понимаю, взята, ну, скажем так, по одному лекалу сделана игра. Как Тутанхамон. Но только здесь интрига сохраняется, скажем так, гораздо больше. Ну, вот тут уже я вижу, что проигрышный тоже билетик. Интересно, сколько я тут проиграл бы. 600 рублей всего лишь. Ну, блин, могли бы 600 рублей оставить. Но нет. Почему? Потому что, друзья, смотрите, здесь есть... Здесь есть 51, так, 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 так. 49 есть. 54, 53. 48, друзья. 48. А тут у нас 49 начинается. Поэтому проигрышный. Так, 57 вижу. Тоже проигрышный билет. Почему? Несмотря на то, что всего лишь полторы тысячи рублей приз. Видите, да? Здесь у нас идет 61, а у нас 60 максимум. Ну, и последнее. Опять же, проигрышный 48, а у нас 49 начинается. Ну, блин, ну так неинтересно играть сразу. Хотя бы под конец здесь как-то делали. Ну, и 150 тысяч рублей. Как вы можете видеть, здесь 48, а у нас 49 начинается. То есть, уже не совпадение. Без выигрыша билета. Последний билет, друзья. Прожмите лайк. Под данным видео обязательно подпишитесь на канал. Смотрите видео на канале Технобар Плюс с VPN сервисом. Напишите, будет ли здесь выигрыш или нет. Хотелось бы, чтобы хотя бы рублей 150 здесь один билет окупился. Вот так погано вытирается этот билет. Это вообще, ну, блин, ну, явно не 150 рублей стоимость его, друзья. Ну, явно, блин. Ну, неужели организаторы лотереи этого не понимают? Они что, не пробуют сам этот билет? Как он вообще? Ну, тут я тоже вижу без выигрыша. Первая игра. Они не пробуют сами играть перед тем, как выпустить эти лотереи. Ну, тут что-то вообще. Это что новенькое? Скотч. Ха. Тут на этом билете, друзья, скотч. А почему? Смотрите сами. Я не знаю, для чего это было сделано. Ну, блин. Ну, 600 рублей. Ну, это вообще. А если бы я выиграл? Понятно, что тут без выигрыша. Смотрите. Тут получается 30 есть. А тут 29 у нас. Ну, вот это скотчем заклеивать, извините. Это хит. Такого еще не было. Конечно. В моей практике. Испортили лотерею. А вот если бы она действительно была выигрышная, друзья. Допустим, 9 лямов приз был бы. И что дальше? Что бы мы делали дальше? Она сказала, а мы не примем у вас этот приз. Вот. Так, что здесь у нас? 16. А у нас 18 начинается. Уже проигрышный билет. Сколько я бы здесь проиграл? 300 рублей. Ну, и последний. Последняя игра, друзья. Тут тоже, наверное, будет пролет. Да, здесь тоже пролет. Ну, я же говорю. Это лотерея Тутанхамон. Только она называется Волшебный квадрат. 150 рублей. Почему? Потому что, смотрите. Здесь у нас 30. А 30-ки здесь нет. Здесь 29. Крайнее число. Друзья, крайне не рекомендую играть в лотерею Волшебный квадрат. Она сделана, во-первых, по лекалам лотереи Тутанхамон. Даже размеры одинаковые. Вот эта серебряная окантовочка. Наверное, во все лотереи не стоит играть в серебряной окантовочке. Вот в таком исполнении, друзья. Стоимость обалденная для нее. Она столько не стоит, как и Тутанхамон. Однозначно минус. Дизлайк этой игре не рекомендую. А с вас, друзья, лайк и поддержка канала. Подпиской на канал. И просмотром моих видео через VPN сервис, друзья. Ну, а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всем желаю удачи, хорошего дня. Всех обнял.